Отчитал, как школьников, магнитогорцам, не соблюдающих масочный режим, сегодня достался от главы города Сергея Бердникова. В рамках рабочего объезда городоначальник посетил Центральную городскую библиотеку, а также экологический парк. В последнем он встретил много гуляющих без медицинских масок. Елена Тимофеева подробнее. Первый пункт объезда – Центральная городская библиотека имени Бориса Ручева. Повод посетить ее – начавшийся масштабный ремонт. В прошлом году учреждение победило в нацпроекте «Культура». библиотека получила 10 миллионов рублей на модернизацию, закупку стеллажей, мебели, различные техники. Чтобы преображение книгохранилища стало более масштабным, бюджет города выделил еще 16,5 миллионов рублей. Здесь будут располагаться дежурные библиотеки, каталоги, но они будут, естественно, современные, перенесены в другое помещение, дальше зону ожидания для читателей, которые уйдут в мероприятии, и доступ к электронному каталогу. Помещение на первом этаже, которое до последнего времени занимали арендаторы, станет этническим медиа-центром. На этих 140 квадратных метрах разместят литературу на татарском и башхирском языках. К 16,5 тысячам читателей центральной библиотеки добавятся еще 2,5 тысячи посетителей этнического медиа-центра. Значительно вырастет и книжный фонд. Новые книги по нацпроекту будут поставлены на примерно 800 тысяч, это несколько тысяч книг. И еще все время администрация города поддерживается тоже комплектование новых книг. Более миллионов будет выделено средств местного бюджета на комплектование библиотечных фондов. Проект реконструкции предполагает открытое хранение книг и свободный доступ читателей во все помещения библиотеки. Те библиотеки, которые мы восстановили в прошлом году, они такие сделаны действительно современными, и все это посетители оценили. Самое главное, что там увеличилось количество читателей. И мы тогда сказали, что точно в город Монтогорск будет идти по пути вот именно этому увеличению таких качественных объектов, качественных библиотек в том числе. Второй пункт объезда – экологический парк. С первых минут нахождения здесь градоначальник возмущен большим количеством людей, не соблюдающих масочный режим. А что без масок? Да пока не помрем, в больницу не попадем. Это же ты в дурака не везет, а вам-то повезет, а будет. Как мне? Да точно. Это умирают-то те, другие, и болеют сегодня в больнице. 400 человек находятся в больнице. А вам-то нормально, да? Оформите, за нарушение накажите, вплоть до закрытия кафе. Цель визита в ЭК-парк – не отчитать нерадивых магнитогорцев, а оценить преображение территории. Два года назад место отдыха реконструировали, но по-прежнему здесь продолжают появляться новые игровое и спортивные оборудования, а также малые архитектурные формы. В существующей площадке, которая была в том году, мы добавили еще четыре комплекса. То есть теперь у нас такой большой один массив из сруба состоит для детей возраста от 3 до 12 лет. Имеется песочница, которую долгожданно все дети ждали, спрашивали, когда же она появится. Новые детские площадки в ЭК-парке можно будет опробовать уже завтра. Территория отдыха открыта для прогулок. Единственное, о чем просят здесь – соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Мы сегодня, я уже сказал, усилили количество групп. Значит, сегодня будет расти количество составляемых протоколов. К сожалению, чтобы человек не заболел, мы вынуждены его заставлять силой. В противном случае мы сегодня с вами слушаем, понимаем, что, в общем-то, и возможен обратный процесс. Не исключено, что все будет возобновляться с новой силой и придется тогда возвращаться к более жесткому режиму.